всем привет с вами вновь павел багрянцев в этом видео мы поговорим о самых запретных темах на свидании и так друзья давайте мы сначала сразу определимся да по поводу каких мы свидания говорим а есть такие ребята очаровашки с таким вся голова в геле рубашечка здесь несколько пуговичек здесь какой-нибудь крестик и так далее такие все модные лащеные под названием пикаперы так вот про их манеру свиданий мы как раз таки не будем говорить потому что они используют все самые запретные темы во время свидания там другой подход и другие цели мы поговорим о нормальных парнях о нормальных отношениях которые хотят построить да с какими-либо девушками и ну соответственно девушка наверное тоже относятся какие темы запретные могут быть для мужчин хотя мне кажется что относительно это все итак запретная тема номер один самая простая лично мой рейтинг из моего опыта это погода дорогие друзья и так в каких случаях вообще можно поговорить о погоде о погоде можно говорить только тех условиях если реально с погодой что-то произошло вот прямо сейчас вот прямо на месте какая-то беда с погодой ливанул дождь град и так далее тогда об этом говорить можно если вы идете как я сейчас хорошая погода солнышко и так далее и вам вроде бы не о чем поговорить вы стесняетесь вы не знаете как начать беседу или темы закончились вы растеряны и вдруг начинаете ой кстати классная погода и так далее друзья это сразу значок такой сразу такой сигнал пи по том что вам не о чем поговорить вы не можете поддержать беседу вторая запретная тема на свидании не говорить о бывших не рассказывать о прошлых отношениях многие люди от незнания о чем поговорить начинают как-то в это медленно уходить случайно намеком слово за слово или девушка скажет что-то нечаянно про своего там бывшего парня и вот пошло поехало и друзья это очень плохой тон и даже если в начале вроде бы ничего особого да если в начале все нормально то на самом деле осадок от этого остается ого-го и тем более что ваше общение может зайти вообще не в то русло и вы ну начнете узнавать то что не нужно вам узнавать никогда не лезьте в прошлую жизнь и разгар не расспрашивайте и не рассказывать о своей третья самая запретная тема на свидание старайтесь не говорить о материальном состоянии не своем не расспрашивать ничего либо чем там девушка занимается но чем занимается можно в смысле сколько она зарабатывает я не знаю а заработки семьи родителей то есть ничего того что могло бы показать что вы интересуетесь ну состоятельностью вообще семьи или что могло бы отобразить материальное состояние до семьи того человека с которым вы общаетесь итак следующая самая запретная тема это какие-то ну моменты прошлого какие-то обиды прошлое может быть какие-то психологические конфликты есть у человека он мог случайно оговориться что в детстве с ним случилась какая-то беда или детская травма но бывает человек сказал не начинайте рыть вообще в этой ни в коем случае не уходите вроде бы человеку иногда нужно выговориться но на самом деле он сам потом жалеет о том что он вообще вам об этом сказал и более того он может потом вас игнорировать только потому что он вам об этом рассказал потому что ему или ей стыдно и неудобно ну чтобы у нас получился топ я думаю мне нужно придумать пятую запретную тему на самом деле их может быть намного больше но давайте так никогда не хвастайтесь своими покупками что вы приобрели и во я придумал пятая запретная тема это была такая четыре с половиной говорите как можно меньше о себе короче вы считаете это запретная тема знаете насколько можно раскрыть себя насколько можно говорить о себе процентов 30 70 процентов вы должны сосредоточиться на девушке на внимании к ней вы можете ее расспрашивать но старайтесь сделать так чтобы это не перешло в допрос ни в коем случае то есть вы можете расспрашивать одно другое но расспрашивая делитесь своим мнением делитесь что ли своим впечатлением о чем-то иначе это будет выглядеть как допрос да а какая у тебя собака а что это а где-то училась а какие у тебя оценки ну друзья сами понимаете во что тогда все это свидание перейдет вот собственно мои топ-5 самых запретных тем на свидание друзья если вам понравилось ставьте лайк обязательно подписывайтесь на мой канал под этим видео про продолжите этот список пожалуйста в комментариях с вами был павел багрянцев а я пожалуй туда прямо в море всем пока